Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро. Играем мы с модом сезонов и вроде как все у нас хорошо, бизнес потиху начинает развиваться. Друзья, давайте посмотрим для начала, что мы имеем. Во-первых, мы купили цементный завод и завезли туда 60 тысяч литров биогаза. Соответственно, он уже переработался. Получается, 50 тысяч переработалось и 500 тысяч цемента у нас появилось. Соответственно, цемент этот мы сегодня продадим. И ценник на него, кстати, очень и очень неплох. 1120 и 1160 на двух стройках нам предлагают. Но, скорее всего, мы отвезем все на стройку номер 2, потому что она находится в непосредственной близости от цементного завода. Сделаем мы это все вручную, потому что на стройке выгружать приходится задним ходом. Вот здесь у нас триггер разгрузки. В принципе, можно заморочиться нарисовать курс плей на разгрузку, но я, честно говоря, не очень хочу париться с задним ходом. Поэтому мы вручную сегодня продадим этот цемент. Я в ближайшее время не особо планирую его продавать дальше, потому что будем развиваться потиху. Также у нас есть поле ржи, на котором сейчас бегает лошадка, но и пусть бегает. Соответственно, оно, поле в смысле, растет. Хоть и текстурка уже говорит нам, что это все выросло, но нет. Оно еще нифига не выросло и вырастет не так скоро. Но это поле нам нужно сегодня удобрить обязательно, потому что оно удобрено лишь два раза. Надо удобрить еще и третий. Ну и самое интересное, друзья, это наш биогаз и на нем, как обычно в начале серии, дохренища тюков. Их, в принципе, не так много, как у нас было раньше. Их тут в районе 700 штук. Дело в том, что поле я тюковал в два захода, точнее, два раза включал игру и не было возможности все это посчитать, а вручную их считать мне впадлу. Если вас интересует, откуда я беру точные цифры по числу спрессованных тюков, то в статистике за сессию я обычно наблюдаю их количество. Но сейчас ноль, потому что я только зашел, а всего мы уже сделали 3429 штук. Здесь, кстати, одного не хватает, один остался на поле. И мне было впадлу ради него одного туда ехать, поэтому мы его как-нибудь в следующий раз заберем. Также, друзья, у нас есть тут немножко биогаза, поэтому биогаз мы сегодня отвезем на цементный завод еще раз. Может быть, даже два рейсика сделаем. Ну и у нас будет очередной покос. Без этого никак, но есть у меня мыслишки о том, что нам нужно покупать склад. И, соответственно, если мы его купим сегодня, а скорее всего мы его купим сегодня, то тогда мы будем косить траву и возить ее на склад. А со склада, соответственно, будем уже забивать именно в ямы и делать силы с привычным способом. Потому что, ребята, честное слово, тюки меня достали. Вы-то много чего не видите, но возить их сюда это целый геморрой. Поэтому, друзья, принимаемся за работу. И первое, что мы сделаем, это поставим трактор удобрять поле. В прошлый раз мы, или в пазл, да, в прошлый раз мы, я, ребят, простите, уже запутался немножко. У меня сегодня только вышла четвертая серия, пятая еще даже не смонтирована до конца. Вот есть время записать, поэтому я записываю, в общем-то, все наперед, чтобы выходило все это дело стабильно, поэтому я немножко путаюсь, когда у нас что происходит. Но, в прошлый раз мы купили вот такую замечательную вальтру, осталась у нас удобрялка. И поэтому давайте поставим это все дело в работу. И опять у нас осталась вот такая вот хреновинка. Ну и ладно, пускай будет незасеянная. Соответственно, как обычно, мы генерируем маршрутик на удобрение. Добавляем к этому маршруту поле 99 семена. Отъезжаем чуть-чуть назад. И со стартовой точки запускаем этого братюню работать. Пускай работает, в общем. Ну а мы тогда сейчас продаем все эти тюки. Два прицепчика уйдет на производство биогаза, пускай тоже он у нас копится. После чего покупаем уже прицеп большой для мана и уже там будем заниматься цементом. В общем-то, давайте все по порядку, поэтому погнали продавать гребаные тюки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, на этом у нас, собственно, продажа силоса закончена. Два прицепчика и еще 4 тюка мы высыпали на производство биогаза. Пускай производится. Лишним он не будет. И сейчас, друзья, мы можем купить склад. Что мы, собственно, сразу же и делаем. Вносим 500 тысяч рублей. И теперь все это наше. Для тех, кто не знает, что здесь у нас есть. Во-первых, у нас здесь есть хранилище соломы. Трава, сено, щепа и льняная солома у нас хранится вот здесь вот в первом бункере. Во втором бункере у нас будет храниться компост, сечка и силос. Он там дальше находится. Все это здесь можно хранить. В третьем хранилище у нас находится всякая хрень для животных. То есть моносмесь, корм для свиней, жом, жмых, корм для рыбы. Это вот здесь вот у нас. Точнее, нет, вон дальше там третье хранилище. И четвертое хранилище у нас для корнеплодов. Свекла, картофель, лук и морковь. Сзади же у нас тут находится хранилище для зерновых, то бишь элеватор, который принимает все зерновые культуры. Пшеница, ячмень, канола, кукуруза, соя, подсолнечник, рожь, овес, хмель, лаванда, лен, горчица. Плюс очищенное зерно сюда можно кидать и отруби. Очищенное зерно у нас производится на зерновом сепараторе, который нам нужно будет потом еще купить и, наверное, даже построить надо будет. Именно из очищенного зерна делается мука и прочая хрень. Но не будем сильно забегать вперед. Да, кстати, здесь еще находится, знаете что? Здесь у нас находится сарай, о котором я вам говорил пару серий назад, когда мы продавали соломку. Ее можно теперь будет продавать именно здесь и далеко не придется ездить. Посему, друзья, теперь мы все будем складировать сюда. И, соответственно, травку мы будем высыпать всю сюда. Будем свозить ее уже как траву. Здесь у нас есть ворота, которые открываются. И, соответственно, вот тут вот у нас такие конвейеры, которые нагружают из хранилища то, что мы попросим. Попросим, соответственно, из каждого бункера свое. Ворота пока что можно будет закрыть, они нам не нужны. Точнее, ворота нам нужны, но чтобы они открытые были, не нужны. И сейчас, друзья, мы с вами купим большой прицеп, о котором я вам говорил в прошлой серии, на 80 тысяч литров для нашего мана. Фаркоп мы ему всунем, пускай будет на всякий случай мало ли что. Основной цвет мы поставим оранжевый, но, насколько я знаю, он будет не совсем оранжевый. Он тут что-то как-то не совсем того цвета, который нам предлагается. Но, ладно, в любом случае мы его покупаем, он нам нужен. И возвращаемся в наш ман. Платформу эту мы оставим с вами здесь, наверное. Или отвезем ее. Давайте мы, ладно, платформу мы отвозим, соответственно, домой. После чего едем за прицепом и едем на цементный завод. И вот он, друзья, наш цементный завод. Соответственно, я подумал тут, что, наверное, все-таки мы запишем курс-плейчик на продажу цемента. Потому что 500 тонн это больше 5 раз нужно, 6 раз будет съездить, даже 7. Мы открываем крышку и поставим, пожалуй, здесь автоматическую загрузку. Нажимаем на кнопочку R. И теперь каждый раз он будет автоматически сюда грузиться. Нажимаем начать запись маршрута. И аккуратненько сейчас попробуем доехать до точки продажи нашего цемента. Кстати, цемент здесь тяжеленький и ману его тащить будет, ну, не то чтобы не сможет, но ему будет тяжковато. Пусть и тормозной ход у него груженого капец какой длинный, аж непривычно. Нажимаем кнопочку заднего хода и пробуем... Я не ту кнопочку нажал, да? Задний ход, нажимаем кнопочку и пробуем аккуратненько заехать. Да, я бы не сказал, что у меня прям получилось ровно, и он, кстати, не видит триггер. Поэтому мы стираем эти точки и пробуем это все дело заново. Увидел он точку разгрузки, соответственно, высыпаем мы сюда всю эту хреновину. Получаем за это что-то около 90 тысяч, увы, пока у нас идет все про продажу тюков, и это надолго. И мы, соответственно, едем обратно вместо старта. И здесь же мы, друзья, маршрут этот прерываем, останавливаем запись и сохраним его. Цемент стройка 2, я думаю, вполне нормальное название. Он может не работать сейчас из-за того, что там парковка задним ходом идет. И я не особо рассчитываю, кстати, на его работоспособность, но мы в любом случае проверим. Отгоняем его чуть-чуть назад и запускаем с ближайшей точки. Вроде как он должен сейчас без проблем загрузиться здесь. И да, он загружается. Собственно, пускай едет, мы там попозже проконтролируем, как у него это получается или нет. У нас тем временем закончил работу трактор с удобрялкой, поэтому имеет смысл его отправить обратно на базу. Поехали! Ну и, друзья, приехал сюда наш ман. Соответственно, сейчас проконтролируем, высыпается он или нет. Если не высыпается, то сами высыпем и привезем еще пару рейсов вручную. Хотя можно было, кстати, на всякий случай сюда точку ожидания поставить и заставить его работать по курсплею, но выгружать вручную. Как бы это, конечно, не совсем полная автоматизация, но хоть что-то. По крайней мере, вот задним ходом он начал сдавать и пока что едет относительно ровно. Но это пока что. Не, ничего у него не получилось, соответственно, или получилось. Что-то даже мутит. Ничего себе. Сейчас возьмут, еще заедет. Я вообще тогда офигею. Не, и поехал сразу вперед. Да, он не будет, в общем-то. Ну и ладно. Тогда мы стираем нахрен этот маршрут. Он нам больше не нужен. Он не работает. В принципе, могут здесь работать, знаете, какие маршруты? Вот, например, газон будет здесь работать, скорее всего, потому что он будет доезжать до конца. А ман просто кузовом доезжает до точки, где мы ему говорили начинать ехать передним ходом. Передним ходом. Короче, отмена заднего хода, где у нас была. И он, получается, кузовом только до нее доезжал и сразу понимал, что ему надо ехать вперед. А точку мы эту поставили там, где находится сам ман, где кабина. Поэтому это все дело не работает. Если же это сделать на каком-нибудь грузовике покороче, то, соответственно, есть вероятность того, что оно будет все работать. Но не факт. И, друзья, закончили мы перевозку цемента. 400 тонн из 500 мы перевезли. И я выгружаю сейчас последнее. Ценник на второй стройке провалился. И там за прицеп было порядка 60 тысяч. Я ради лишних 30 тысяч поплелся на четвертую стройку. А это, друзья мои, другой конец карты. Да, 91 800 у нас получилось. Ради 30 тысяч я просто тупо проехал всю карту насквозь. Вот такой вот я молодец и жадина. И у нас есть на балансе 500 тысяч. И нам нужно прикупить некоторую технику. А именно, друзья, нам нужен вот такой замечательный фуражный прицеп. Вместимостью на 50 тысяч литров. Чтобы возить травку к нам на базу. Его мы покупаем. И еще, друзья, мы купим новый трактор. А именно это будет GCB Fast Track 8000. Именно с помощью этого трактора мы будем возить солому и траву. И самое замечательное в этом тракторе, это, конечно же, его максимальная скорость 70 км в час. Поставим ему балансировку колес и оранжевый обод, чтобы все было по фэншую. Его мы также покупаем. Вот он наш новый красавец, друзья. И давайте его отгоним на нашу большую полянку. Потому что ему сейчас предстоит возить с нее травку. И вот она наша полянка. Не совсем еще созрела травка, но косить уже можно. И, друзья, для наглядного примера я вам сейчас покажу, что мы будем делать. Мы загрузим маршрут по кос травы взлетка. И посмотрите, как он у нас выглядит. Нам нужно выбрать точку, в которую доберется наш трактор из любой точки поля. И, соответственно, эта точка будет у нас в правом нижнем углу. Даже чуть ближе к центру, пожалуй. Поэтому поехали примерно сейчас с включенной этой картой и меткой. Найдем такое место, куда трактор наш сможет добраться из любой точки этого самого маршрута по покосу. И, пожалуй, друзья, этой точкой я выберу именно вот это место. Да, есть вероятность того, что косилка может с ним столкнуться в это время. Но мы поедем немножко в объезд. И, в общем-то, нажимаем кнопочку начать запись маршрута. И едем к нам на базу. Приезжаем мы на нашу базу. И, соответственно, сейчас наша задача проехать через триггер выгрузки. Аккуратненько по центру. Вот так вот. В принципе, вполне нормально. Теперь же мы выезжаем с базы и едем обратно на поле. И, ребята, маршрут у нас длинный. Работы очень много. Поэтому мы этот маршрут пишем через заправку, чтобы даже не если у него закончится топливо, а когда у него закончится топливо, чтобы он заправился и без труда продолжил работу. И здесь же мы этот маршрут, друзья, прерываем. Он, конечно, получился зараза длиннющий, но ничего с этим не поделать. Сохраняем его как взлетка-трава-база. Вроде как нормальное название, ладно. И пока что отгоняем этот трактор. Да, мы его сбрасываем, кстати. И отгоняем этот трактор пока в сторону, пускай курит. Нам же сейчас понадобится наша косилка, которая спрятана вот в этом самом ангаре. Мы его открываем, но сейчас мы не будем использовать тюковщика. Используем только лишь эту самую косилку. Единственный косяк, конечно, нуждается в техобслуживании. Но по пути на поле мы заедем в магазин и там починимся. И, соответственно, мы ее ремонтируем. 18 тысяч, как-то многовато у нас техобслуживание техники. Но, в принципе, ладно, нормально. Она у нас много работает. Да и с учетом того, что в день вся наша техника жрет не больше тысячи за обслуживание, то, в принципе, вполне нормально. И, кстати, стоимость ее сразу повысилась. Не на много, на копейку, но повысилась. И что-то, друзья, мне захотелось ее почему-то перекрасить. Цвет обода и дизайн я какой-то, короче, добавил. Не знаю зачем, но мне просто захотелось, раз уж мы сюда приехали. Ну и, друзья, что мы делаем? Мы запускаем косилку по старому доброму маршруту по Костеровы. Разные полевые работы и, соответственно, со стартовой точки мы ее запускаем. Единственное, что следует сделать, это поменять радиус поворота на, не знаю, 10 метров будет вполне нормально. Если будет стоять 7, он начнет кружиться вокруг своей оси просто и все. В общем-то, закрутится в тот момент, когда ему надо будет переходить с поворотных полос, в общем-то, на челночную систему. Ну и пришла очередь хорошенько так поработать нашей новой GCB-шки. Запускаем мы двигатель. Загружаем маршрут по Костеровы взлетка. Добавляем взлетка трава база. Ставим разные полевые работы. И со стартовой точки мы запускаем и этого товарища. И вроде как он должен без проблем работать. Единственное, но мы еще движение по полю в скоростном режиме поставим, допустим, километров 50 в час. До 60 он по полю не разгонится. Ну и проблем у него с маневрированием в таком случае не будет. Потому что ему придется пересекать все это поле. И со скоростью 24 километра в час это очень плохая идея. В общем-то, товарищ работает, пускай работает. Мы же сейчас, чтобы в следующей серии у нас были какие-то денежки. В частности, нам нужно будет уже покупать комбайн. Мы отвезем еще биогаза на наш цементный завод. Так что поехали. И все, друзья. Привезли мы сюда биогаз. Пускай он разгружается. За это время, как мы видим, наш трактор уже съездил один раз и привез сюда 50 тысяч литров. То бишь один прицеп травы. Так что все работает, все хорошо. Косилка потиху косит. То, что у нее меньше, чем полбака, ничего страшного. Он это быстро все идеально покосит. И все у него будет окай. И на этом, друзья. Опять-таки на покосе, как обычно, у нас уже прям стала традицией. И на этом, друзья. Я с вами вынужден попрощаться. В следующей серии мы придумаем, что делать с этой травой. Точнее, я уже придумал, что с ней делать. Мы займемся, в общем-то, силосом. И не только силосом. Продадим цементик наш. Поднимем немного денег. И вроде как уже придет уборка нашего урожая. Так что, скорее всего, мы его уберем. Да не скорее всего, а точно. Ну и там еще что-нибудь поделаем. В общем-то, купим себе новый комбайн и так далее. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Рассказывайте о канале друзьям. С вами был Никита Дилой. И всем всего доброго. Пока-пока.